привет сегодня будем говорить про учебники для младшей школы мне кажется что все эти учебники про которые я сегодня расскажу они все хорошие с некоторыми особенностями то есть какие-то лучше подойдут для ребят которые начали чуть попозже чуть пораньше вот такие особенности которые возможно помогут вам подобрать именно тот учебник из вот этой вот моей подпорки но на самом деле могу сказать что вот первые три наверное учебника 4 он нет как-то так а вот первые три учебника они мне нравятся равнозначно первый учебник про который я поговорю это kids box мне кажется классический кембриджский учебник про который очень много кто знает я думаю что очень много кто по нему работает потому что очень много даже на форумах я встречаю обсуждений что его берут его любят и поэтому да это такой классический хороший учебник у него есть вот второе издание насколько я помню такой вот поновее но они не сильно отличаются с первым изданием а там очень хорошая рисовка такая классическая и там хорошие запоминающиеся добрые персонажи то есть там есть в стартере их нет людей а в единичке уже начинаются как у нас есть люди наши друзья и разного возраста причем интересно что там есть и ребята постарше их маленькая сестренка и вот это хорошо детям подходит что вот они могут ассоциировать себя с этим персонажами соответственно их родители и игрушки в которой они играют и вот как раз эти вот три персонажа эти игрушки они являются ключевыми и они даже у нас на обложке выведены они классные интересные очень разные с разными характерами и поэтому дети тоже они всегда привязываются к кому-то одному и кстати интересный момент что им даже сделали разные акценты например там есть супергерой масками которому сделали типичный американцы американский акцент и он постоянно на запись и потом мари которая вот кукла она его изучает маску и это такой забавный контраст детям естественно без разницы на эту но вот как бы просто интересно что дают сразу вот эти вот какие-то контрасты хорошие они прям озвучен очень профессионально с эмоциями то есть нет никаких вот у меня никаких претензий к визуальному оформлению к вот этим вот персонажем потому что для детей это страшно важно какие персонажи потому что мы же с ними будем взаимодействовать мы будем делать их куколки мы будем играть разыгрывать диалоги с ними они будут принимать на себя роль какого-то из персонажей а также он хорош тем что там есть задания специальные для подготовки к кембриджскому экзамену вот для маленьких я не знаю я называю его уле который я надеюсь что все знают и все называют так же если нет поправьте меня пожалуйста а также насчет заданий они очень разнообразные мне нравится как и в большинстве детских учебников первая страничка это естественно большая картиночка красочная по теме с представлением новых слов которые мы будем отрабатывать течение всего юнита вот в китсбоксе их не так много этих слов и достаточно мало слов добавляются еще потом вот там как-то вот они даются и мы точно знаем что вот именно эти слова будут ключевыми в отработке и дальше с одной стороны плюс потому что мы уже точно все это знаем с другой стороны немножечко минус потому что дети эти слова учат ну ко второму ну к третьему занять потом идет постепенно отработка и отработка китсбоксе она разнообразная то есть мы знаем что как бы то там будет listening repeat то там будет point color match все виды заданий и нет такого что как в некоторых учебниках бывает я вот открываю я точно знаю что там будет вот это вот задание как-то это не так они немножечко миксуются и этим веке китсбокс очень нравится что задание всегда разнообразные да там есть вот эта первая страничка да там всегда есть в одном и том же месте история это комикс и вот тут небольшой минус что в единичке где мы вроде бы как учимся читать история без вот этих вот bubbles то есть это просто картинки мне бы уже хотелось чтобы были реплики потому что все равно дети эту историю будут разыгрывать и тут они все это делают на слух а так как они учатся читать как раз на единичке было бы очень хорошо подключать и вот насчет чтение здесь идет минус этого учебника на мой личный взгляд это странички с фониксами которые показывают только вот есть у нас фоникс в одном юнити один раздел фоникс это пол странички и там дается например одна буковка или две буковки и все как-то идет вот от буков хотя хотелось бы наверное как-то это все по словам что ли скомпану я не знаю вот этот момент как-то по буковкам и есть прописи это дополнительная еще книжка мантис алфабит бог где можно прописывать с одной стороны то вот можно наверное давать это домой вот то есть насчет вот этих фониксов и обучение чтению ну я не знаю хороший и workbook там много всяких вот и раскрасочек но тоже это не просто раскраска опять сейчас отсылаю себя уже к будущему своему видео для дошкольников где workbook это раскраска здесь нет тоже задание разнообразные они хорошие и все здорово классический комплект есть флеш карточки есть диски есть видео небольшие то есть все вот полный комплект который нам нужен для детей он есть это что касалось учебника kids box дальше а мы поговорим про учебник супер майндс и он наверно я не знаю наверно стоит у меня на втором месте после kids box а хотя с другой стороны могу сказать что я люблю их одинаково они немножечко разные и поэтому у них есть и и у того есть какие-то свои нюансы и у причем плюс наверно в том что вот единичка супа майндс явно сложнее первого kids box а и это хорошо например если пришли и дети они уже во втором классе и они пришли они во втором классе но они с нуля kids box первыми брать как не хочется потому что получается что они отстанут от школы и там они уже будут писать а вы будете только прыгать а вот супа майндс мне кажется отлично для этого подходит потому что там есть там вот прям в начале дается уже даже алфавит и очень много текста все стишки и все песенки они все прописаны не просто лисы как было в китсбоксе и все истории с репликами то есть много на чтение мне нравится там даже грамматика потому что вот она уже дается казалось бы маленькие дети но вот интересно что сначала даются примеры потом мы как-то вот и говорим 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 отрабатываем и вот потом идет вот это вот такая небольшая голубая рамочка и где эти примеры выписаны и это очень удобно потому что они потом делают например домашние задания в воркбуке и они уже сразу знают куда обратиться они знают что если вот он забыл там из или ар и он как-то на примерах это вот усвоил но немножко дома подзабыл он знает что нужно смотреть вот именно в эту рамочку это очень классная вещь и так же в супермонте есть так так как это тоже самое издательство кембридж там тоже есть подготовка к детским кембриджским экзаменам это те же самые задания которые развивают те же самые навыки что насчет таких спорных моментов этого учебника это то что не всем нравится рисовка там вот эти вот 3d модельки герои интересные то есть это четыре друга два мальчика две девочки у них есть суперспособности на у каждого своя суперспособность также в супермонте уже с первого супермонте собственно начинается достаточно много работы в парах и в мини-группах а если ребята пришли первый год они еще не могут так быстро перестроиться на разного рода рода работа им легко работать хором это они чувствуют себя сейф при этом это как-то удобно и при этом весело и они как-то привыкли уже по школе что иногда их могут спросить точечно и они готовы ответить да а вот когда начинается возня с парами или мини-группами и там же опять же это же дети нужно думать кого с кем лучше надо ну вот эти вот такие моменты и что это тратится время и может потеряться динамика урока пока вы вот разобьетесь если теряется темп и динамика все как-то все быстро рассыпается потому что вот это особенности изучения изучения языка именно с детьми следующий учебник про которым мы поговорим это поп тропика english islands с которым я познакомилась только в этом учебном году сразу начала работать по единичке и по троечке интересный очень учебник и он действительно немного отличается от предыдущих двух отличается он тем что он был изначально сконструирован с помощью и как бы на базе электронной версии и такого интерактивного учебника на Pearson english portal если вы пользуетесь вот этим вот порталом то я думаю что вы уже знаете о чем идет речь как учебник если брать его без портала для меня лично он немножечко такой никакой потому что сразу явно недостаточно какой-то отработки недостаточно всего но это не вопрос к учебнику потому что учебник сразу говорит и когда мы встречались на работе с представителем издательства Pearson который специально из польши к нам приехал он говорил именно что мы разрабатывали учебник для этого поэтому пожалуйста вот вам доступ на портал прошу вас как бы пользуйтесь и и домашние задания можно а вот на уроке действительно нужно техническое оснащение и если у вас будет вот этот портал именно прямо на уроке будьте с ним работать то у вас все будет замечательно и прекрасно и я могу сказать что это самое прекрасное именно для преподавателя как же это легко как же легко по нему стало работать вообще просто потому что книга для учителя она уже там же и вы как бы смотрите лейаут вашего урока в слайдах и читаете подписи маленькие что вам нужно делать на этом этапе здорово великолепно то есть готовиться сразу нужно меньше на портале достаточно одинаковые задания для отработки если вы думаете что там какие-то полноценные компьютерные игры то это не так задания постоянно повторяются задание на match например картинка слова задание на выбери правильное слово у вас например есть картиночка и два флажочка и вам нужно выбрать один из них если вы выберете правильно у вас там из песка вылезут алмазики то есть понимаете они все однотипные но вот мы год проработали и никто никогда не жаловался что задание однотипное потому что наверное ребята все-таки понимают что это не ну не чистая игра они наверное понимают что это как бы обучение и никто не объяснял всем просто было весело что что-то влазит что-то там галочка ставится зелененькая или крестик красненький если они неправильно сделали и все равно вот этот интерактив он заходит отлично сам учебник если опять вот если его брать без всего вот голый учебник он супер обыкновенный там возможно вот недостаточно это отработки и он вообще вот есть такой момент что он достаточно плавный такой немножечко медленный почему я могу сделать такой вывод потому что допустим после пройденного первого супермайнца по идее я должна была бы взять вторую поп-тропику но я взяла третью и не жалея ни секунды потому что даже третья моментами была легкая то есть вот понимаете первая и вторая она как-то растянута все что вот в супермайнце было в единичке оно получилось в поп-тропике один и два естественно с какими-то моментами естественно где-то будет больше лексики где-то там чего-то но вот overall это было так поэтому возможно он вам не так понравится если у вас там какие-то сжатые сроки если пришел ребенок а ему там уже девять лет то ну а он не потянет никак там поп-тропику третью что хорошего в нем это такие грамматические таблички опять они не нагружают нас грамматикой естественно это детский учебник но есть табличка к которой ребенок может обращаться и там очень хороший ревью и ревью действительно повторяют весь пройденный материал юнита и действительно позволяет мне понять как дети усвоили материал из еще немножечко минусов помимо того что немножко этот учебник растянут и вам требуется время и то что для кого-то может быть минус то что вам нужно техническое оснащение еще рисовка вот здесь действительно когда мы посмотрели с коллегами нам вроде забавно такие персонажи у них огромные глаза и нет шеи то есть у них очень большая голова отсутствует шея то есть тут прогал дальше идет тело ну как-то вот посмеялись и все но вот я вам честно скажу две у меня группы детей разного возраста и все обращают внимание на это причем постоянно но так очень хорошие в плане того что вот он новый и замечательно легко готовится очень легко вести урок все по слайдам вы не можете ничего забыть потому что у вас на следующем слайде уже есть то что вы должны сейчас делать так вот последний учебник о котором я скажу буквально пару слов потому что я с ним работала и он мне оставил теплые чувства но больше я с ним работать не буду потому что во-первых он староват а во-вторых у него есть такие минусы которые являются для меня существенными это учебник флайхай чем он прекрасный это опять же хорошей классической рисовкой вот этой мультяшной и прекрасными персонажами которые запоминаются которые действительно с интересными характерами все все разные и это животные то есть это не какие-то там придуманные монстрики это реальные животные зоопарки и вот про них про его жизнь нам рассказывается история он очень однообразный каждый урок у вас есть история вот как-то для меня история это какой-то вот праздник для детей что на весь юнит она должна быть одна один комикс а здесь нет то есть каждый урок у вас история вы с нее начинаете там сверху идет представление новых слов маленькие картиночки подписаны что удобно и хорошо и получается вот каждый раз новые слова и вот этот вот небольшой комикс он маленький да он всего на 4 по моему картиночки но каждый раз и какие-то дети могут мне кажется действительно уставать от этого вот и все это все о чем я хотела поговорить если хотите учебники для дошкольников я как-то откладываю это видео потому что там будет как я уже говорила где-то много негатива если вам интересно то напишите пожалуйста мне об этом подписывайтесь на канал ставьте лайки у меня 59 подписчиков на момент съемки этого видео я если честно очень хочу 60 подписчиков вот какой-то один человек его мне не хватает поэтому если это будете вы мне это будет очень приятно все я спасибо спасибо